Новый Иерусалимский монастырь под Истрой, Подмосковье. Монастырь Воскресения Христова. Это сердце русской Палестины. Его отстроил патриарх Никон при царе Алексея Михайловича. И задача была показать Иерусалим во всем своем свете. Иерусалимский монастырь. Расположен этот монастырь на горе, которую назвали Сион, в живописной излучине реки Истра. Вот там внизу под горой Истра. Но патриарх Никон все переименовал. Он назвал вот этот отрезок реки Иорданом. А в наше время уже восстановлены все разрушенные постройки, которые разрушали и во время войны вражеские снаряды, и в советские времена разрушали. И восстановление началось в 2008 году. Над вратами находится церковь входа Господня в Иерусалим. Она была построена одновременно со стеной и освещена в 1697 году. В плане она квадратная. Монастырская ограда. Она зарушена в традиции древней русского крепостного зодчества. Снаружи делится на цоколь, нижнюю часть сбойницами для пушечного боя, и верхнюю часть сбойницами для стрельбы из оружия. И видно вот эти отверстия, из которых поливали смолой, водой и маслом кипящим. А это пушки, которые сохранились со времен XVII века. Из этих проемов со стены стреляли лучники, оружейники во врага. А вот отсюда, чуть ниже, поливали кипящим маслом, горячей водой или... Церковь Константина и Елены углублена на 6 метров вглубь земли. И все это очень напоминает Иерусалим. Иерусалим. Величие храма, воскресенье Господне, не передать просто словами. И даже, наверное, видео это не отразит. На синем небе сверкает золото куполов, крестов. В алтаре мы смотрим сейчас на икону, которая называется «Радость всех ангелов». Икона Божией Матери. Она была написана по велению патриарха Никона. Только здесь находится эта икона, в этом монастыре. Царские врата, ажурные. Какая резьба, золоченная, дверяная. Это икона Воскресения Христова. Икона Божией Матери. Храма воскресенья в Иерусалиме. Это фреска Воскресенья Христова. Под куполом храма Воскресенья Господня находится кулуклия. В переводе, что значит царская почивальня. Она состоит из двух частей, западной и восточной. В западной находится камень ангела, а восточной, собственно, сам гроб Господень, богато украшенной керамической плиткой с оброшением святых. И ротонда, венчающая восточную часть. Это камень помазания. Это подобие мраморной плиты, которая стоит в камне гроба Господня в Иерусалиме. на том месте, где был положен Иисус Христос после снятия с креста, где его помазали благовольными обилия клещеницей. Субтитры создавал DimaTorzok Это предел усикновения главы Иоанновой Течи, сохранившийся безразцовый иконостас кредерный. Он был устроен в конце XVII века. Предел усикновения главы Иоанновой Течи. Маленькие пламенькие кузовы. Голгуфа. Совсем да так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Денис UP Субтитры создавал DimaTorzok Это келья из монастыря. Мы видим такую галерею, в мирное время можно было погулять по этой галерее, а в грозное военное время это было место, где лучники собирались, оружейники, лучники. А каждая башня имеет такую интересную форму, которую повторяла главы Воскресенского собора. Полукруглый выступ у каждой башни с лестницей внутри. Лестница примыкала к основному объему каждой башни и увенчалась сверху шатром. Новый Русалимский монастырь. Оконки на колокольне на колокольне. Декор. Необозримая даль простирается перед нами с высоты стены. Воскресенского монастыря. Воскресенский монастырь. Оконки на колокольн. С 101. Продолжение следует...